Урок пятый. Задача первая. Постройте развернутый угол АОВ. Угол АОС 45 градусов, угол СОД 45 градусов, угол ВОЕ 45 градусов. Точки СД и Е лежат в одной полуплоскости. Сколько образовалось пар равных углов, меньших развернутого? Будет 6 пар равных углов по 45 градусов. Давайте покажем эти пары. Первая пара, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Итак, 6 пар равных углов по 45 градусов. Будет 3 пары равных углов по 90 градусов. Этот угол и этот. Это одна пара. Этот и этот. Углы по 90 градусов. И третья пара углов по 90 градусов. Вот эта. Так. И кроме того, будет одна пара равных углов по 135 градусов. Этот угол и этот. Значит, сколько всего? 6 по 45 градусов, 3 по 90 градусов и одна пара равных углов по 135 градусов. А всего 6 плюс 3 плюс 1 – 10. Итак, 10 пар равных углов, меньших развернутого. Задача вторая. Проведите через заданную точку 4 прямые, так, чтобы образовалось 8 равных острых углов. Какова градусная мера одного острого угла? Через заданную точку проводятся 4 прямые. При этом эти прямые делят плоскость на равные части, на 8 равных острых углов. Развернутый угол – это 180 градусов. Еще один развернутый, еще 180, значит, 360. 360 надо разделить на 8. Получится 45 градусов. Значит, градусная мера одного такого острого угла – 45 градусов. Задача третья. Начертите треугольник АВС. Отметьте точку D во внешней области треугольника. Можно ли провести луч с началом в точке D, так, чтобы он пересекал прямые АВ, ВС, но не пересекал прямую АС? Да, это возможно. Надо луч с началом в точке D провести так, чтобы он был параллелен. Вот этот луч прямой АС. И так, чтобы пересекал АВ и ВС. Вопрос, можно ли, ответ – да, можно. Например, так, как показано на рисунке. Задача четвертая. Периметр треугольника 16 см. Одна сторона в два раза больше другой. И на один сантиметр меньше третий. Найдите большую сторону треугольника. Допустим, меньшая сторона треугольника ВС. Обозначим длину этой стороны за х сантиметров. АВ в два раза больше. 2х. И эта сторона на один сантиметр меньше третьей стороны. Значит, третья сторона 2х плюс 1. А периметр, сумма длин всех сторон треугольника 16 см. Теперь надо решить вот это уравнение. Решая уравнение, находим х. Х равен 3. А вопрос задачи. Найдите большую сторону треугольника. Какова большая сторона? Большая сторона, вот 2х плюс 1. 7 см. Ответ 7 см. Задача пятая. Полупериметр прямоугольника 10 см. Одна из сторон меньше другой на 2 см. Найдите площадь прямоугольника. Одна из сторон меньше другой на 2 см. Значит, обозначим ширину х см, длину смежные стороны прямоугольника. Длина на 2 см больше х плюс 2 см. Потому что противоположные стороны равны. Значит, х и х плюс 2 – это две смежные стороны прямоугольника. Полупериметр – это ширина плюс длина. И полупериметр 10 см. Решая это уравнение, можно найти стороны прямоугольника. Значит, меньшая сторона будет равна 4 см. Это ширина. Длина на 2 больше, а площадь – это произведение. Ширину надо умножить на длину. И получится 24 квадратных сантиметра. Таков ответ. Ширину надо умножить на длину.